Как они живут в их рассудке? Как они вообще выживают в этом мире, когда у них рассудочная деятельность поражена, я бы сказал, коммунизмом поражена? Как человек в одном мозгу может содержать две взаимоисключающие вещи? То есть он, с одной стороны, коммунист, марксист, проповедник идеи как-то хитрым образом вернуться в СССР, что абсолютно невозможно и само по себе уже является отклонением от психической нормы. И православная вера. То есть человек считает себя одновременно и коммунистом, и православным. А как вы тогда, те, кто этими болезнями страдаете, совмещаете ваши коммунистические убеждения с разрушенными, оскверненными церквями, с массовыми убийствами священников? Как вы это мыслите, как в одном мозгу это все совмещается? Это определенная особенность. Я пришел к выводу уже давно, что политические убеждения связаны с определенными психическими настроями. Определенная психика, которая исключает, затемняет, уводит в сторону противоречия и не обращает на них внимания, это как раз то, что свойственно коммунистам, социалистам, левакам. Они говорят о какой-то социальной справедливости, но когда с ними начинаешь говорить о политическом и государственном устройстве, они готовы к самому несправедливому государственному устройству, к самому несправедливому обществу. Уравниловка – это несправедливость по отношению к тем, кто не равен остальным. Хорошо, когда люди стоят в армии, стоят в строю при одинаковом звании, и когда им отдается какая-то команда, для них эта команда и звучать, и настраивать должна одинаковым образом. Но помимо армейской службы и даже в рамках армейской службы, люди разные, с разными способностями, с разным образованием, возрастом, здоровьем, склонностями и так далее, и так далее. Все люди разные, а вот это усреднение предполагает ненависть к тем, кто выбивается из ряда вон, и она распространяется с олигархией, с жуликов и воров, захватившись вообще на все. То есть общая конструкция такова в мозгах леваков, что все должно быть усреднено, уравнено, хотя они хотят устранить только олигархию, но дальше их мысль распространяется на всех, на все общество. И в этом психическое отклонение или неправильная работа интеллекта. Они не могут сконцентрироваться на том, что есть определенная задача, и она таким образом точно не решается. Она таким образом унижает и уничтожает большинство. То есть ради того, чтобы уничтожить подлое меньшинство, надо гнобить большинство. Вот к чему приводит эта неправильная работа интеллекта, отсутствие логики и отсутствие каких-либо связей. Я уже не говорю, что есть христианский догмат. Поэтому догмату вы должны жить, если вы себя считаете христианами. Но если вы при этом считаете себя коммунистами, это идет в прямое противоречие с догматом. Либо вы просто не православные и не христиане, либо вы не коммунисты. Одно из двух. Если вы считаете себя и тем, и другим, то вы точно не христианин. Может быть и не коммунист, но вы точно не христианин. Потому что христианские догматы противоположны тем, которые утверждались коммунистами, левыми, где бы они ни существовали. Там гораздо больше иудаизма, чем христианство. Вы даже не замечаете, что вы начинаете повторять то, что записано ненавистниками христианства в их догматах. Они наиболее ярко у себя отражали, в своем мировоззрении отразили антихристианскую ориентацию. Вы в этом отношении, может быть, еще дети, наивные, поэтому открыто проповедуете антихристианские догматы в форме коммунистических мифов. И эти мифы распространяются, в том числе уничтожают понимание того, чем является Россия. То есть, если вы коммунист, то вы интернационалист. То есть, Россия историческая, вам не нужна, и так оно и есть. И все коммунистические мифы, вся ложь, вся клевета на Россию становятся достоянием вот этих так называемых сталинистов, православных сталинистов, или просто коммунистов-сталинистов, или социалистов-сталинистов. Я не говорю, там есть еще либералы, якобы христиане. Это другой аспект. Я вот сейчас только о людях с левыми взглядами, которые отрицают Россию до 1917 года. Они просто ее отрицают. Они считают, что это было темное царство. А как же там Пушкин, Толстой, Достоевский, это тоже темное царство. И они только о темном царстве писали. То есть, в их представлении, что Россия была черным-темным пятном, а выдающиеся русские художники, вы там идете в Третьяковскую галерею или в русский музей, это что, это темное царство, и все, что вы там видите, это темное царство. А русская музыка, оперная музыка, это все темное царство. А русские военные победы, отражения иноземцев, в основном именно в этом они были, победы. Это тоже темное царство. Когда Пушкин писал о русской деревне кругом следы достатка и труда, это тоже, что ли, о темном царстве? То есть, вот эта клевета на Россию, она является следствием того, что люди не знают и не хотят знать. Они знают и не хотят знать, а не потому, что они сделали некий политический выбор. Они ненавидят треклятое настоящее, но хотят нас вернуть в не менее треклятое прошлое, вот в недавнее прошлое, в советскую систему, которая политически была врагом русского народа, несомненно. Но русские люди в этой системе жили, выживали и были достойные люди, в том числе и с партбилетами. Это несомненно совершенно, потому что в СССР жили русские люди. Поэтому они оставались русскими, даже когда их вынуждали вступить в партию, говорить всякую ахинею, верить в всякий бред. Они интуитивно себя осознавали русскими и продолжали русские традиции. Во многом это шло и от семьи, от общения между русскими людьми. Они могли на партконференциях слушать и говорить одно, а действовать иначе, потому что эти партконференции ничего общего с жизнью-то не имели. А сейчас? А сейчас, если ты коммунист, то точно русофоб. Точно. Вот тогда нет, тогда были разные коммунисты. А сейчас только такие, только русофобствующие. И только стремящиеся нанести максимальный вред русскому народу, потому что они хотят нас вернуть под ермо марксистов. То есть это переложение иудаизма на политический язык. Вот чего они хотят от нас получить. Для нас такого будущего они хотят. Этого не получится. Этого не получится. Но в процессе пропаганды, искажения, мировоззрения русских людей, направления их в тупик, ущерб мы получаем уже сейчас. Либералистические иллюзии, леволибералистические или коммунистические, наносят тяжелейший вред русскому народу, потому что отводят его глаза от истинного пути спасения, избавления от олигархии и установления русского национального государства. Никакое другое здесь жизнеспособным быть не может. Поэтому и мы, русские люди, русские консерваторы, русские националисты, традиционалисты, конечно, не принимаем коммунистического мировоззрения. Не принимаем ни в каких его проявлениях. И соотнесение какого-либо человека с вот этими левыми коммунистическими бреднями, за СССРовцы все и так далее, это для нас враждебная политическая деятельность. Враждебная. Которая морочит головы русским людям. Мы же стремимся их просветить, показать им настоящую Россию, рассказать им о том, что было на самом деле и чего не было в советских учебниках. Там настоящая история Руси и России была заменена клеветой на нее. Мы им показываем, где путь спасения. А леваки показывают русским людям путь смерти. Поэтому для нас леваки – это политические оппоненты. Они никогда не могут быть нам политическими союзниками. На этом мои соратники по партии Великой России, союзники нашей партии из правоконсервативных организаций, конечно, являются сторонниками русского возрождения, а значит, ни о какой советской власти речи быть не может. Советы могут быть, да, только никакой советской власти, какой-то копии с того, что было, быть не может. Никакой коммунистической партии быть не может. Никакие партии левого толка не должны прийти к власти. Должны прийти к власти настоящие правоконсервативные партии. Тогда Россия восстановится как государство, восстановит экономику, которая будет поддерживать весь народ, а не обеспечивать сверхбогатство узкого круга лиц. Только в рамках русского национализма есть спасительные теории, доктрины, как национально-государственные, так и экономические. У левых нет ничего. Ничего, что вообще могло было бы работать. Даже их представление о социальной справедливости – это представление о социальном уничтожении. По сути дела, продолжение того геноцида, который был при коммунистической партии. Он был в отношении, прежде всего, русского народа. А сейчас этот геноцид просто развернулся в полную швы, потому что те же самые коммунисты избавились от некоторых риторических ограничений, которые раньше были. Теперь они лгут точно так же, только несколько на другом языке, продолжая геноцидничать в нашей стране. Сломить их мы можем только русским национальным мировоззрением и объединением. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова